Девчонки, всем привет! Сегодня расскажу о покупках сентября. Это не все покупки, а только те, на которые я не сделала обзор в этом месяце. И первое, о чем хочу рассказать, о средстве, которое стало для меня открытием. Это сухое масло от израильской марки Ahavan Drial Oil Body Mist. У меня с морским ароматом. Полная цена 37,90, но я приобрела со скидкой. Мне обошлось это где-то в 27 евро. Масло помещено в увесистый матовый стеклянный флакон. Применяю его не по назначению. Сухие масла мне нравится использовать для волос. И оно хоть и заявлено для тела, большой разницы по действию я не заметила. В его составе есть масло жжоба, кунжута, витамин Е, экстракт водорослей. Масло суперэкономичное. Распыляю 2-3 раза на ладонь, разогреваю и наношу на длину волос. Особенно уделяю внимание кончикам. Использую когда-как, иногда, до или после мытья головы. И в любом случае, никакой жирности не чувствуется. Масло питает волосы, придает блеск и предупреждает течение кончиков. Ну и для тела, конечно, тоже пробовала моментально впитывается и не чувствуется на коже. Это сухое масло, наверное, самое легкое из всех, которые у меня были. Мне оно даже показалось более легким и комфортным, чем масло от Нюкс. Еще одно средство для тела молочко от Коры с ароматом жасмина. Вообще, у Коры средства для тела все неплохие. Они быстро впитываются, неплохо увлажняют, плюс в составе нет вредных веществ. Но что лично меня подтолкнуло к покупке, это аромат. Просто обожаю чистый аромат жасмина, без каких-либо дополнительных сладких нот. У меня рядом с домом растет жасмин, и он идентичен аромату молочка. Так что, если вы любите жасмин так же, как люблю его я, то вы будете в восторге от этого аромата. К минусам могу отнести только небольшой срок годности в 6 месяцев. Но для органики это норма. Следующее средство – сахарный скраб для лица от L'Oreal. Увидела его в супермаркете на полке с косметикой, поддалась на внешний вид упаковки. Уж очень аппетитно он выглядел. Написано «Очищающий». Знаю, есть еще для сияния кожа и питательный. Напишите, кто пробовал, понравилось вам или нет. Скраб содержит 3 натуральных сахара – коричневый, желтый и белый. Зерна киви, масла мяты и манграса. Как всегда, на упаковке много заманчивых обещаний, что кожа мгновенно станет чистой, свежей. Через неделю более матовый, а поры и черные точки будут менее заметны. На коробке указан еще один способ применения – в качестве скраба для губ. Сразу скажу, эффект понравился. Губы гладкие, мягкие, подготовлены к нанесению матовых помад. Да и в целом вид губ улучшается. Но если скраб попадет в рот, то будет не очень приятно. Вкус кислый с легкой горчинкой. Давайте же откроем его. Баночка здесь стеклянная, с пластиковой крышкой. Текстура гелево-масляная, с большим количеством сахарных частиц, которые долго не тают, поэтому массировать можно кожу сколько душе угодно. К тому же сахар мелкий и не травмирует кожу. Косточки киви просто скользят по желе и несут исключительно декоративную функцию. Как вы видите, на коже скраб более прозрачный, менее зеленый аромат, свежий, тонизирующий. В процессе применения чувствуется приятный разогревающий эффект. Но при этом скраб не печет и не жжет кожу, смывается легко, никакой жирности нет, маслянистости или гибкости не остается, что относительно действия вау-эффекта скраб не вызвал. Да, приятен в применении, хорошо свежает. На этом все, покупку вряд ли повторю. Есть масса других, более действенных скрабов и пилингов. Забыла сказать про цену. Покупала со скидкой за 8 евро, а так стоит где-то 11 с чем-то евро. Перейдем к следующим средствам для волос. Мой любимый Марли Смюллер. Решила попробовать серию для окрашенных волос. Волосы у меня хоть и не окрашены, но если верить описанию, вся линия средств и шампунь в том числе защищает волосы от повреждения ультрафиолетовыми лучами и не содержит силикона. Шампунь красивый, с перламутрово-розовым сиянием, но меня удивила консистенция. Он очень жидкий, быстро стекается по ладони и стремится убежать. Его соплеменники, шампунь для объема и шампунь на каждый день были гелеобразной прозрачной консистенцией и лучше дозировались. Несмотря на то, что он жидкий, отлично пенится, очищает не до скрипа. Но, как уже сказала, расходоваться будет нещадно. Из этой же линейки кондиционер в виде спрея. Заявленное действие – защита от вымывания цвета, солнца и выгорания, придание волосам блеска, гладкости, эластичности. Само средство – полупрозрачная розового оттенка. Распыляет без крупных капель, аромат очень приятный, цветочный. Сохраняется на волосах довольно долго. Среди активных компонентов – экстракт риса, жидкий кератин, масло авокадо, протеин и пшеница. Липкости и какой-то визуальной жирности не оставляет, не утяжеляет. Нравится тем, что он начинает работать уже с первого применения. Визуально преображает волосы. Они выглядят более блестящими, послушными и шелковистыми. А самое главное, если волосы сильно путаются, то этот кондиционер намного облегчит вам жизнь. Мам и девочек меня поймут. Используя вдвоем ежедневно, за месяц осталось меньше половины. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. И до скорого. Пока.